Глава 53. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. То есть знамение божественной силы. Кто, говорит, веровал нам? Пророк сказал это справедливо, потому что иудеи не веровали даже евангелистам. То, что мы говорили, мы говорили не от себя, но возвещали слышанное. Справедливо сказал, кто поверил? Необходима была вера, а не исследование. Кто будет спрашивать у нас об основании? Ничего не должно говорить и возвещать, потому что сказанное удивительно, оно превышает ум. Пророк не говорит, никто не согласился, но никто не веровал, и кому открылась мышца Господня? Не думаю, что это были только слова, так как тотчас последовал свидетель происшествия. Однако они не видели и не слушали. Чудеса были недостаточны для того, чтобы они уверовали. Поэтому необходимо было откровение, так как некоторые могли, а иные не могли видеть предложенное зрелище. «Блаженны очи ваши, которые видят, а также на суд пришел я в мир сей, чтобы слепые видели, а видящие стали слепы». Ясно, что всегда необходимо разумение. Иначе, когда нет сил и слов, то непрочное свидетельство событий, ничто иное не может убедить неверующего человека. Смотри, как давно пророк предсказал то чудо, что иудеи не веровали. Итак, пророк у них отнимает всякую оборону, и то, что он сказал, было достаточно для того, чтобы их не щадить мышцы Господни, чтобы уразумели, что все творения – суть дела его крепкой мышцы. Кроме того, пророк говорит мышца, чтобы показать, что он есть сосущественен с отцом и творит добродетель от себя самого. Он творит, что не пожелает, не потому, что имеет повеление, подобно рабу, но потому, что обладает равной силою, как отец. Он был младенцем, но не так, как прочие младенцы – корнем, но в земле сухой жаждущей. Жаждущей землей пророк называет неискусобрачную деву, чуждую всякого супружеского смешения и росы семени. Этого одного было достаточно, чтобы привлечь их к себе. В божестве ли только своем он пришел, или явился вместе как совершенный человек? Не ел ли он с ними, и не возрастал ли среди них? Не жил ли он с ними тридцать лет? Он никогда не отделялся от общества людей, чтобы не приводить их в недоумение. И в то же время не был ниже прочих, чтобы не подумали, что он одинаков и подобен большинству. Как отрок он был равен прочим, но как корень земле жаждущей он превосходил прочих. И не было в нем ни вида, ни величия. Что ты говоришь? Уже ли он был так безобразен? Не должно говорить этого, говорит пророк. И я покажу это тебе ясно из последующего. Не было величия. Решение славы я назвал бы безобразным видом, потому что он не отказался явиться в низменном образе. Он родился от бедной девы. Потом предал себя мучениям, терпел, что его называли имеющим демона и соблазнителем, и не желал он мстить своим врагам. Иногда удаляясь, он обходил многие места, сопровождал на пути спутников, для того, чтобы показать свое смирение, а не хвастовство. Не только должно искать славы, но должно также принимать и бесчестие, из которого происходит слава. Какой вред принесло ему бесчестие, или лучше, как полезно было смирение для его превосходства? Если ты желаешь видеть его как Бога, то исследуй. Но ко всему этому прибавь многое другое, и таким образом ты найдешь его силу, равную отцу. Когда пророк сказал, что нет в нем вида невеличия, то чтобы кто не подумал, что он лишен всякой славы, он прибавляет. И мы видели его. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей, изведавшей болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем. Видишь ли, какому бесчестию он подвергся, боли сынов человеческих, не только вследствие воплощения, но также и потому, что он претерпел смерть, бесчестие и проклятие. Он был объявлен виновным в нарушении закона. Был осужден как злодей. Потому и вид его был умален волей сынов человеческих. И он был умален не только по причине способа осуждения, но также и по причине обычных наказаний. И он был поражаем, уничижен Богом. Он был изъязан за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Видишь ли, пророку часто предносится перед глазами не славное, но исполненное бесчестие. Каким образом он не поколебался? Пророк говорил о бесчестии, как будто бы оно было исполнено славы. При этом пророк является не ниже апостолов. Потому что все они единодушно возвещали крест. Ничего не уменьшали, если они говорили о чем более пространно. То это о бесчестии, узах, обичеваниях, о посмеяниях и поношениях. Об этом они возвещали преимущественнейшим образом. Кроме того, апостолы веровали, что сила распятого божественна. Так что не пренебрегали возвещать ни о каком бесчестии. Исполненное славой и чести не могло совершить добродетели столь всеобщей. Если бы дело совершилось не таким образом, то было бы нисколько неудивительно совершить славное посредством славного. Но удивительно то, что в то время, как одна противоположность противополагается другой противоположности, в данном случае одна противоположность имеет большую силу, чем другая, соответствующая противоположная. Так как пророк несколько раз сказал, что у него нет вида, ни доброты, то чтобы не подумали, что это сказано по причине его безобразия, он и прибавляет. Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. То есть преследование, притеснение, коварство – это наши болезни. Поистине велика премудрость переносить болезни и велика сила. Болезнями здесь пророк называет слабости, грехи и лукавства. Слабости и грехи учеников, так как один называл его имеющим демона, другой – соблазнителем, а остальные – врагом Божиим. Он же переносил терпеливо такую слабость умов. Язвами, мне кажется, пророк называет или печаль, или скорбь от наказания. Если кто-либо здоровый переносит пороки других, то это весьма удивительно. Тем более удивительно, когда такой человек, обремененный какой-либо болезнью, переносит бесчинство других, в то время как он не огорчает его, нападая на него. И его он не мог переносить на смешах друзей. Об нем же о Христе пророк говорит. Что он был изъязлен и мучен за беззаконие наше. Иудеи, когда находились в притеснениях, то они призывали даже имени Божие. А он, Христос, показывает двоякое действие силы. Сам, будучи пригвожден к кресту, он переносил свои скорби и вместе с тем искуплял наказание других. Для того, чтобы кто-либо переносил скорби других, необходимо, чтобы сам не имел он скорби. Но не так говорит пророк, он Христос. Ибо был изъязлен, переносил слабость других. Его ударяли кулаками, огорчали, мучили. Но он понес грехи других. Он умирал и разрешал смерть других. Нисколько неудивительно было бы, если бы такие чудеса совершил чистый, бестелесный Бог. А потому пророк и говорит, он был мучен за беззаконие наше, понес наши немощи и болезни. Он не только человек и не только Бог. И это мы познаем из этих самых слов. Пророк не сказал терпеть, но претерпел. Он ведает это по своей природе и от начала. И мы отвращали от него лицо свое. Все мы блуждали, как овцы. Он был обезображен. Мы не вменили его. То есть он был презрен, ненавидим, презираем и ни во что вменяем всеми. Говоря в язве, пророк говорит о его бесчестии. Однако он сам думал, что бесчестие не есть бесчестие. И презрение не есть презрение. Или, как говорят другие переводчики, по причине бесчестия мы не вменили его. Но он взял грехи наши и мучен был за беззаконие наше. Подверженный многим мучениям, он, однако, все их претерпел ради нас. Смотри, он оплакал Иерусалим и, возмутившись духом, глубоко вздохнул и потом вызвал из гроба Лазаря. А также пришел возбуждение по причине Иуды. А один из вас предаст меня. Он возмутился духом не потому, что Иуда намерен был предать его. Иначе, как же он мог сказать отцу, пришел сейчас, прославь сына твоего. Но потому что видел предателей, имеющим оставить собрание двенадцати апостолов. И видел иудеев, имеющими быть рассеянными по вселенной. Он скорбел не о своих скорбях, но об их обстоятельствах. И вместе с тем нас научает горевать о несчастьях других. Не потому он мучается, что был предан наказаниям, но за тем, чтобы показать, что те, ради которых он претерпевал такие наказания, не будут иметь в него веры, что ясно показывает, говоря, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, и вы не захотели. Вот оставляется дом ваш пуст. И мы ни во что ставили его. Справедливо сказано, что мы вменили его как бы оставленным от Бога, потому что Бог не принуждал его к тому ни необходимости, ни силы, но Он Сам предал себя добровольно за наши грехи. «Если ты Сын Божий, то садись со креста», — говорили иудеи. «Но все это ради вас, чтобы исполнилось сказанное, и мы ни во что ставили его». Речь шла не о страданиях и скорбях, но, напротив, об исцелении и спасении. Потому что, говорит пророк, он был изъязан за грехи наши и мучен за беззакония наши. Справедливо во многих местах Он показывает язвы рук и тела, причиненные крестом. Было ли это язвами и скорбями для Него? Никак, говорит. Он пришел для этого добровольно. Он желанием возжелал этого. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами мы Его исцелились. То есть Его учения и страдания дали нам мир. Ранами Его мы исцелились. О каком исцелении говоришь ты? Об исцелении тела? Никак. Но об исцелении душ. Все мы блуждали, как овцы. Он говорит о том исцелении, которое отвращает от заблуждений. Мы блуждали не один или два, но все. Если ты скажешь, что иудеи не были в заблуждении, то сам Христос говорит. И я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Видишь ли, исцеление креста совершилось как за них, так и за язычников. О каком исцелении говорит пророк? О возвращении ли из вавилонского плена? Никак. Но об обращении душ от заблуждения к истине. Совратились каждый на свою дорогу. Великое и несказанно было заблуждение. Каждый без принуждения заблудился от своего пути. Не только блуждали в чужой земле, но и в своей стране и в своем городе заблудились от истины. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих. Как овса веден был он на заклание. Чтобы ты не думал, что все это пришло на него ради его грехов, Пророк говорит, Господь предал его за грехи всех нас. Ради нас, говорит, а не ради своих грехов. Он оказался как злодей. Почему же он молчал и не давал ответа? Если свидетельство его дел не могло склонить их, То тем менее могли сделать это слова. Даже суд не мог убедить их, иудеев. Но они, как господа, против закона приготовили его смерть, Будучи настолько яростными, что хотя бы он и отвечал, Они, однако, не послушали бы. Молчание могло освободить его от креста. Но он молчал также и потому, что они сделали совершенно недостойными его ответа. Сделались. Ни сон жены Пилата, ни удавление предателя, Ни краска стыда лжесвидетелей. Ничто иное не могло преклонить их ума. Вы распинаете его. Почему же вы взываете к кесарю? Стих 6. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овса веден был он на заклание, Показывая свою кротость не только всем прочим, но и самой смертью. Мне кажется, что пророк назвал его овсой не только потому, что он молчал, но и потому, что он был жертвою. И Симма говорит, и жертва пришла для жертвоприношения. Молчание тех, которых ведут на смерть, должно иметь малое действие, так как они молчат вследствие страха. Но молчание того, от одних слов которого державшие упали на землю, было велико. И когда он сказал им, то они отступили и пали на землю. Какой ответ был больше этого? Какие слова более сильными? Ты видел силу? Смотри также и на крутость. Как он силен? Как кроток? Не только от силы, но и от самой кротости нам можем познать его божество. Как агнец предстригущим, связанный, говорит, так он не отверзает уст. Однако он отверзал свои уста и говорил. Но чтобы показать свое смирение, он никогда не употреблял жестоких и суровых выражений. Если я сказал худо, то покажи, что худо. А если я сказал хорошо, то что ты бьешь меня? Такой ответ был кротче самого молчания. И мы или ничего не будем отвечать, или же будем отвечать смиренно. Во смирение суд его берется, так как он предался такому смирению, что не позволяли ему говорить, чтобы совершенно отдалить от него суд. Вы знаете, что даже у незначительных и у людей самых преступных не отнимается право защиты и право говорить по законам так, чтобы они были совершенно лишены помощи права. Он же по причине своего великого смирения ничего не говорил на суде. Смотри, пророк, кроме того, прибавляет и нечто приятное относительно слова крестного, именно возвещение о чудесах. Что ты говоришь? Не о человеке ли ты говоришь? Если он только человек, то почему никто не мог поведать о его рождении? Невозможно, говорит. Но чтобы не было преткновения вследствие того, что такое величайшее смирение совершилось на кресте, смотри, каким образом пророк снова поднимает нас и показывает нам его силу. Именно. Хотя он подвержен был этим мучениям, однако от земли берется жизнь его. Он сам живет в Боге по сказанному. И жизнь его наша сокрыта в Боге со Христом. Колоссянам 3.3 Ибо берется от земли жизнь его. Кто был человеком без того, чтобы не родиться? Пусть постыдятся иеретики, хулящие слова пророка. Пусть никто не говорит о вечном рождении, потому что оно сокровенно. Я же говорю о том рождении, которое совершается в мире. Каким образом человек рождается от делы? Каким образом без плодского соития возможно зачатие? Каким образом без мужа отрок и без супружеского сношения потомство? Кто изъяснит? Ибо оказалось, что она имеет в очреве. Не показан образ зачатия, но сказано. Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенить тебя. Посему иерождаемое наречется свято Сыном Божиим. Но разве скажет это тебе не кажется известным и разве не знает все этого? Итак, когда обратятся к такому возражению, мы исследуем следующего. Дух Святой найдет. Дух Святый, говорят, совершил это. Но скажи, каким образом он это совершил? Так ли, как Бог сотворил Адама? Но это является несообразным. Из семени человека? Да не будет. И говорить это, есть великое нечестие. Так ли, как ему, Еву из ребра? Конечно, не так. Извлек ли он что-либо из утробы и образовал ли? Я не допускаю и этого. Но уже ли без Девы? И это неприлично. Тогда невозможно говорить, что он принял от нее плоть. Итак, каким же образом? Я прежде других исповедую свое незнание. Я говорю, что я не знаю. Не исследуя неиспытуемого, что сокрыто. Я говорю, что он принял плоть от Девы. И исповедую, что это была истинная плоть. А каким образом он принял от нее? Я этого знать не могу. Я не мудрее пророков и не разумнее Святого Духа, который говорил устами пророка. Дух, знающий все Божие, как Дух человека, знающий, что в человеке, не сказал ничего более, как только род же его, кто изъяснит? Я и ты, кто такие, чтобы исследовать неисследуемое и спрашивать о несказанном? Если человек не может изъяснить его временного рождения, которому свидетелями бесчисленные ангелы, пророки и все творения, которое было почти подобным нашему, так как он был по человечеству во всем подобен нам, за исключением греха, то кто настолько безумен и безрассуден, чтобы осмелиться исследовать непосредственное, несказанное и вечное рождение? Он не от этой жизни, ибо от уз и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Конечно, говорит, смерть его была не по подобию нашей природы, так как его тело не было подвержено греховному закону, чтобы понести смертное наказание ради греха, но он был мучен ради грехов других, потому и Бог его превознес. «Видишь ли, какое благо быть мучимым за других!» 327, том 6. Но мы скажут, каким образом удостоверимся, если рождение его неизреченно, и жизнь его берется от земли. Мы его не видим и не понимаем его рождение. Пророк говорит это, чтобы жестоковынные и неразумные научились, что он умер по плоти, а не по божеству. Он не остался между мертвыми, но жил у Бога, по сказанному, ибо не оставлена душа его в Ааде, и плоть его не видела пления. Так что ясно, что это относится к божеству. Он умер не за свои грехи, но за грехи других, смертною природою, но не живою. За беззаконие людей моих ведется на смерть. И 9. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Потому что не сделало греха, и не было лжи в устах его. Этими словами пророк обозначает опустошение города, который справедливо был разрушен римлянами. Бог предал его вместо погребения его. Вместо погребения кого? Иудеи. За чью смерть? Езра, Заравель, Иисус, Ясибек и другие равные ему умерли и были погребены. И ты не можешь говорить, что город разрушен ради погребения и смерти их. Справедливо, сказал пророк, дам злейшим. Нет ничего злее народа иудейского вместо погребения его, так как они по причине погребения достойны были великих наказаний. Не потому, что он был погребен, но потому, что они не желали и не позволяли его погребения. Если бы не случилось ничего иного, то только ради погребения его они не были бы достойны прощения. Их осудил не только крест, но и погребение, хотя самый крест был достаточен для их осуждения. Если бы не случилось никакого иного чуда, то только исповедание разбойника могло побудить их к расстоянию. Впрочем, может быть, они скажут, что они не слышали такого исповедания и не видели последних чудес, но умирающий воскликнул глазом великим и испустил дух. Не так ведут себя прочие, которые близки к смерти. Их силы оставляют мало-помалу. Потом исходит дух так, что они не знают наперед конца жизни. Может быть, иудеи скажут, мы не слышали даже голоса. Почему же они опускают разодранную завесу, распавшиеся скалы, землетрясения, помрачения лучей солнца? Но тогда скажут, он был еще жив. Если бы ты видел кого-либо по смерти творящим таковое, то не поразился ли бы ты удивлением и вместе страхом? Но разве ты, иудей, сам не просил судью, что поставил воинов для бдительной охраны? Ведь ты сам оградил стражами умершего. Скажи же теперь свое мнение. Не было никого из учеников, никакого евангелиста. Ты сам, иудей, своей рукой запечатал гроб, сам поставил стражей, которые не благоволили к нему, но были противниками неверующими, которые не видели чудес и не знали пророков. Если же он убедил разбойника, то тем более мог убедить вас, у которых были в руках пророчества. Если он привлек к себе воинов, то тем более мог привлечь к себе вас, всегда слушающих Моисеевы законы. Но скажи, разве вы не видели никакого чуда во время распятия? Разве мало того, что уверовал разбойник? Воины били себя в грудь. Сотник был удивлен. Но однако они, иудеи, отвергли все таковое. И дам злейших вместо погребения его, не только потому, что они убили, но и потому, что хотя они могли уразуметь его все чудеса, но не захотели. Но он погребен у богатого. Порок называет их иудеев богатыми, потому что в то время они были богаче прочих людей по причине великого обилия плодов. Кроме того, они были богаты духовно, прежде чем совершили зло, потому что бог имел о них большее попечение, чем о прочих. Ибо он не сделал беззаконие. Следует ли думать, что это сказано относительно народа, как и те слова дам злейших вместо погребения его? Здесь им также должно уступить. И не было лжи в устах его. Но вот говорится, нет человека праведного на земле, который делал бы доброе и не грешил, и крестья 7.21. И потом, нет человека, который не согрешал бы языком своим. Сирахов 19.17. Что должно сказать об этих словах? Все мы, как овцы, блуждали, совратились с пути своего. Чтобы ты не подумал, что пророк, говоря все, сказал это слово о большинстве, а не о всех. Он говорит, каждый от пути своего совратился. Все вместе и каждый в отдельности. Чтобы понимали, что все это совершилось относительно его. Он сам предсказал, что это будет относительно его. Так это было и исполнилось. Если же не так, то скажи, иудей, ты, который с таким прилежанием убил беззаконного человека, почему же ты подвергся таким наказаниям? Во время Моисея виновные выдало служение, подвергались смерти по причине ревности Божией. И таким образом был умилостивляем гнев Божий. Теперь же, если ты не был виновен, если ты, почитая добродетель, по закону справедливости убил человека, противного Богу, пренебрегающего закона, то почему ты подвергся наказанию? Финиес убил и был оправдан. Надлежало и тебе быть оправданным? Ты также заботился о славе Божией? Разве не следовало получить тебе награду за твое старание, за твою заботу? Но, говорит он, мы наказаны теперь за грехи. За какие же грехи? Разве за грех золотого тельца? За золотых телиц? Разве за убитых мальчиков и за принесенных в жертву дочерей? Не преследовали ли вы обольстителей и обманщиков, Иуду и Февду? Почему же вы не получили великих наград, как заботившиеся о законах? Никто не может сказать, что вы обнаружили попечение только относительно его, но вы обнаружили его также и относительно учеников, которые последовали за ним. Вы побили камнями Стефана, убили Иакова, подвергли многим мучениям Павла. Между тем, в то время, когда вы это делали, среди вас не было ни одного идола служителя. Но и Господь хочет очистить его от язвы его. Чтобы ты, услышав о смерти и о погребении во гробе, не прилиплялся своим умом только к этому. Пророк прибавляет и прикровенное слово о воскресении, касаясь которого выше, он сказал, берется от земли жизнь его. Здесь же говорит, Господь хочет очистить его от язвы его. Так что показывает тело его свободным от истления, подсказанного. Тело его не видело тления, так как он не был виновен. Если же он удержал знаки язвы, то ты не думай, что он из этого был ниже, так как это было для утверждения твоей веры. А сижите, говорит, и увидите, что дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня, тела и кости. Таким образом, он показал, что он воззвал свое тело к жизни, прежде чем оно подверглось тлению и разложению. Кроме рубцов ран, которые оно удержало для утверждения учеников в вере в воскресение, на святом его теле не обреталось никакого пророка. Подтвердив то, что он Христос, умер за их, а не за свои грехи, и что они понесут наказание, пророк также указал и на их признание, что если они только пожелают, то может совершиться их освобождение от наказания. Что означают эти слова? Дать о грехе. Он не спрашивает ни золота, ни серебра, а ищет только одного. Веруйте, чтобы очиститься от грехов ваших, ибо хочет Господь рукой своей отнять болезнь от души его. Все это свойственно мудрости и разумению, но отнять болезнь означает воскресение, оправдать праведного и видеть правду его. Так как сказано оправдать не его, но праведного, то ясно, что он показал праведным для всех неизвестного многим. Благослужить, то есть он последовал закону обрезания. Дал знамение свое обрезание сам Господь всяческих, который принял служение раба, умыл ноги учеников и отер полотенцем. Он был Господом и Творцом тех, которым он хорошо служил. Я не пришел, чтобы послужили ему, но послужить. А также кто больше, возлежащий или служащий? Я посреди вас как служащий. Почему он и принял вид раба, в котором он хорошо служил многим? Что означают эти слова рукой его? Некоторые говорят, в руке Христа пребывает сила, чтобы о нем не думали, что он силен от кого-либо иного, что он не желал, все делал своею силою. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведный раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вера многих несколько отнимает от скорби его. Хотя он страдал по человечеству, однако он многих привлек к себе. Праведник никогда не наказывается за грехи. Поэтому он является наследником многих. Как говорится, если один за всех умер, то и все умерли. Христ тот же умер за всех, что и потому мы живем уже не для себя. 2 Коринфянам 5.14 Потом и не будем угождать себе, а также и мы не свои накупленные дорогою ценою, если живем или умираем всегда Господни. И посему уже живущий живет для того, чтобы не умирать, но для воскресшего. Для того, чтобы ты не думал, что пророк сказал только о будущем. 2 Коринфянам 5.15 А не о прошедшем. Он и прибавляет и грехи их он понесет. Посему наследит многих и крепких разделит корысти, то есть корысти сатаны. Он победил и принял доспехи сильного. Хорошо сказал разделит. Он разделил, потому что некоторым из своих апостолов дал языков, а иным обрезанных потому что предан на смерть душа его и с беззаконными причем. Один из переводчиков говорит, он изменен был между вредными. Он был предан на смерть не без пользы, но для того, чтобы поднять их. Видишь ли пользу смерти? Видишь ли плоды креста? Смерть, говорят, не была сообразной. Она была совершенно сообразной для него, потому что своей смертью он становится владыкой всех живых. Эта смерть была исполнена бесчестием. Вспоминал, говорят иудеи, вспомнили, что этот обманщик, когда еще был живым, то говорил воскресну через три дня. Хорошо сказано, и с беззаконными причтен, так как он сам не был беззаконным. Но он понес грехи многих и из-за преступников сделался ходатаем. Смотри, как часто пророк предостерегает, чтобы не было у кого-либо преткновения. Каким образом какой-либо беззаконник может понести и изгладить грехи других? Не по той ли причине он предан был смерти, что ненавидел грехи? Для того, чтобы изгладить их, он добровольно умер. Почему, однако, сказано, поднял или вознесет? Для того, чтобы обозначить крест, потому что на нем был пригвожден ко кресту грех. Крестом были разрешены грехи.